Эта игольница сделана из латунной консервной банки. Есть специальная технология. Стенки нарезаются на полоски, а затем с помощью простых инструментов они скручиваются, а при необходимости соединяются вместе. Мне нравится пластика металла. Кому-то с глиной нравится, кому-то с дерева. Я чувствую металл руками. Но я, в принципе, когда я был на ногах, у меня профессия была экскаваторщик и слесарь. То есть я с металлом раньше работал. Ну а теперь на коляске, получается, вот меня тянет автоматически к этому. Один из способов добиться желаемой симметрии – считать обороты. Чистый математический расчет. Это называется точная роспись. Рисунок собирается из точки. Ставится точка и идет по кругу вот здесь. Никогда не знаешь, что получится. Никогда не задумаешь, какой рисунок. Идет просто набор. А чтобы было симметрично, считаем, как вязание. Три туда, две туда. Ирина Русаева из Ставропольского края. Работала художником-оформителем. Это ближе к чертежнику. Рамки, шрифты. Четыре года назад она нашла занятие по душе. Увидела рисунок в интернете и сразу пошла в магазин с закрасками. Сама техника, она просто завораживает. Понимаете? Это не кисточка. Здесь совсем чуть другая технология. И, знаете, огромное поле для фантазии. Огромное. Это не нарисовать ни листик, ни цветочек. Тут рисунок идет, знаете, интуитивный. Вот, как получится. И всегда вот азарт такой. Что же выйдет в итоге? Вот это самое интересное в этой росписи. По похожим алгоритмам формируются многие вещи в живой природе. Например, раковины моллюсков. Но природа не только математик, но и колорист. Коричневая – это в отваре грецкого ореха. То есть, да, некоторые травы, там чистотел, там разные травы, они дают свой оттенок. Но все только в натуральных красительных тонах, потому что химические красительные не применяют. Они выгорают. А натуральные – это вечность. Аппликации из соломы. Людмила из Геленджика. Она энергетик по образованию и художник по призванию. В ее семье картины в технике аппликации делают мама и сестра. Сама она осваивала семейное ремесло с 10 лет. Уже участвует в выставках, в том числе и международных. Такая ярмарка ко Дню России и открытие курортного сезона уже традиционная. Уровень мастерства ее участников постоянно растет, как и их число. Сергей Беляев переехал в Анапу из Красноярска 3 года назад. Здесь и климат, и дела пошли лучше. Много отдыхающих. А оригинальная игольница – полезная в хозяйстве вещь. Ирине Русаевой понравился город, люди и, конечно, море.